Сегодня считается, что Land Rover это символ роскоши. Но не всегда дело было это так. Взять К примеру, 1966 год. Тогда инженер Спэн Кинг и Гордон Бэшворд приступили к разработке нового прототипа. Поплюхавшись три года, получили таки модель, которая без изменений в базе выпускалась аж 26 годков. Естественно, ни о какой роже, коже и всех делах первоначально речи не велось, так как машину можно было мыть как снаружи, так и внутри обыкновенным шлангом с водой. Потому как небедные английские фермеры, перевозя дорогущих тонкоронных овец, должны были иногда выливающиеся экскременты убирать, не с дорогих ковров. Все это началось позже. Строительство на сверхнадежной базе комфортного, полноразмерного, люксового, спортивного, утилитарного транспортного средства. Который, кстати, до 1987 года поставлялся в Штаты только в серую. Муд Дефендер отличился еще более. Его в Штаты стало возможным завозить только в 1993. Ну а чем отличилась третья, эта серия? Дело в том, что к легенде она не имеет никакого отношения. Она базируется на платформе Discovery. И единственное преимущество по отношению к другим, так это стойкая дизайнерская привязка к формам, которые традиционно меняются не ранее, как раз в 10 лет. Да, есть еще кое-что. Это третье поколение сменило четырех владельцев. Сначала чисто британские хозяева продали его BMW. Затем те с перепугу, подарив движки, продали его Ford. Ну и кризис 2008 слил это творение китайским хозяевам. И получился самый шикарный китайский автомобиль, по-прежнему собираемый в Англии. Вот такая история этой марки. И напоследок заметим, пальма первенства самого ненадежного Сюва в мире принадлежит именно Рейндж Роверу во всех его ипостасях. А особенные косяки эта магнитка. Ну проще надо быть. Навернулся двигатель, да просто поменяли и народ вам скажет спасибо. И тогда никто не напишет, что купил себе ла-жо-верх. Как-то так получается.